всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы поговорить на тему pen law многие спрашивают что это такое как этим пользоваться или вообще для чего это придумано и давайте в этом видео постараюсь не только ответить на этот вопрос но еще на практике показать как это работает и вообще что с этим делать то есть постараемся в этом во всем разобраться у меня здесь такой простенький проект собранный просто из лупов давайте послушаем и как вы видите у меня здесь открыт открыто окошко проектных настроек project settings напоминаю кто не знает они находятся в файл и вот здесь project settings у меня открыта вкладка аудио здесь мы можем поставить частоту дискретизации проекта здесь мы можем включить или отключить режим спешил аудио и так далее и вот есть здесь один отдельный пункт называется pen law и вот многие спрашивают что это такое для чего это нужно и вообще как с этим работать как мы здесь видим есть несколько настроек и вот давайте об этом поговорим значит что такое pen law pen law ну дословно переводится как закон панорамирования а именно что происходит с громкостью того элемента который мы хотим как-либо панорамировать как вы знаете что такое панорама у нас есть стерео выход то есть два канала левый правый и наш вот этот панорамер в данном случае для моно дорожки то есть я гитару свернул в моно у меня вот эта гитара звучит сейчас как монофоническая вот сейчас у меня в данном случае так как панорама стоит по центру что это значит значит что и в левую часть нашего стерео выхода и в правую подается как бы две копии этой гитары абсолютно одинаковые по громкости то есть у меня вот какая громкость здесь идет у гитары такая же подается у сюда влево и такая же подается у сюда вправо давайте прямо в соло послушаем и посмотрим на измерение вот мы видим абсолютно одинаковые значения то есть у нас гитара как бы раздваивается и поступает в оба канала потому что у нас два уха у нас два монитора два наушника точнее два динамика в наушниках слева справа и нам нужно если мы хотим что-то слышать посередине чтобы и слева и справа звук был абсолютно одинаковый я думаю что вы это из-за работы вообще панорамы понимаете если мы начинаем смещать куда-то в какую-то сторону панораму то противоположный сигнал как бы слабеет то есть он становится тише и таким образом нас остается в под конец только один лишь сигнал сейчас чтобы мы не сбились давайте вот здесь поставлю на 0 сейчас я объясню что это значит то есть сейчас у нас пенло как вы понимаете не работает у нас ничего не происходит и мы видим что у нас остался только один сигнал слева и он также у нас 13 5 13 давайте продемонстрирую то же самое справа но что будет если я сейчас включу режим моно на стерео дорожки то есть у нас стерео дорожка остается стерео но плагин как бы сворачивает вот здесь включена моно плагин сворачивает оба канала в единый и у нас как бы выходит из лоджика скажем так сумма левого и правого канала то сейчас если я буду крутить панораму у нас звук сам по себе не будет перемещаться излево-вправо дать проверим но как вы могли сейчас заметить при смене панорамы у нас панорама естественно остается на месте по что нас включен режим она но меняется громкость звука и вот здесь как раз таки и вступает силу пенло то есть как я уже раньше сказал у нас с вами происходит копирование одного моно сигнала чтобы он мог попасть и влево и вправо канал нашего выхода но так как эта копия и мы ее сворачиваем в моно получается что сигнал как бы должен по идее усиливаться потому что у нас две копии при включении моно на выходе сворачиваются в одну такую как бы комплексную копию собранную из двух кусочков одинаково да то есть она соответственно должна быть ну ну воспринимайте это как подкрашенная вода у вас есть чуть-чуть голубая вода в одном стакане чуть голубая в другом стакане вы их смешали она стала общая но чуть чуть более интенсивный с интенсивным цветом допустим да то есть если так вот такую аналогию делать примерно вот здесь тоже самое то есть и мы слышим что у нас в момент когда у нас два сигнала смешиваются в 2 ч раз послушаем то есть вот посередине у нас как бы два сигнала смешиваются по что они оба звучат и получается что на звук в центре громче чем по краям то есть у 2 ч раз посмотри то есть слышно что прям вот этот ручка панорама работает как прям такая ручка громкости скажем так если мы выключим с сверстку в моно до складывания в моно то при панораме это не так заметно то есть давайте послушаем вот особенно в наушниках это сложно услышать потому что звук начинает звучать только с одной стороны и объективным и не можем вот на сто процентов уловить насколько прям вот стало тише или еще что то то что сама панорама она нас отвлекает до этого мы слышали двумя ушами а тут как будто мы одно ухо у нас отключилась да что то пошло не так и наш мозг не совсем это воспринимает объективно то есть и поэтому вот это именно включение моно на выходе она позволяет и как раз таки уже объективно оценить что происходит со звуком так вот для тех кого беспокоит тот факт что когда мы делаем какую-то панораму нам потом приходится еще и что-то делать с громкостью то есть как-то ее компенсировать потому что громкость она меняется воспринимаемые в миксе особенно если у вас звучат другие элементы забивают элемент вам приходится там подправлять то есть вы что-то спанорамировали понимаете что она стала вдруг из-за этого тише хуже восприниматься вам нужно что-то сделать громкостью вот для этого существует так называемый пэн лото закон вы можете его заранее установить для себя приемлемые значения чтобы меньше например компенсировать что-то или или наоборот у вас было что-то слева сдвинули в центр и поняли что у вас теперь звук стал торчать стал очень громким и вы хотите опять вернуться к фейдеру сделать его тише то чтобы вот этим не заниматься вы можете заранее определить для себя комфортный уровень и поставить его в настройках проекта и отныне в вашем проекте вот эта панорама будет автоматически изменять громкость сигнала в зависимости от положения ручки панорамы таким образом как бы вам меньше придется подправлять то есть это чисто вот такая вот как сказать помощь в работе то есть это не какая-то обязательная вещь без которой вы не сможете там свести музыку или что-то у вас будет не то то есть вы все равно это компенсирует если вы слышите что у вас что-то громко или наброс что-то тихо вы всегда это поправите то есть для этого ну тут не нужны никакие скрытые функции но эта функция она просто позволяет не не отвлекаться на какие-то моменты заранее для себя определить и с ними же работать скажем так вслепую доверяясь программе что она сама там какие-то моменты подправит и вам меньше придется вот этими историями с фейдерами заниматься ну надеюсь это понятно давайте теперь собственно сравним разные настройки и вообще что они означают доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусте вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусте и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готова можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене давайте теперь посмотрим разницу между 3 децибела и 3 децибела компенсейт и будем сейчас ориентироваться на в первую очередь на вот эти вот зеленые значения пиковые уровней потому что от этого зависит вообще понятие как работает эти два режима давайте возьмем минус 3 децибела просто в центре у нас минус 15 половиной по краям минус 12 половиной то есть это говорит о том что у нас края увеличиваются на 3 децибела то есть когда у нас сигнал находится в крайнем положении у нас вот эти самые 3 децибела они как бы добавляются краям то есть таким образом нас как бы вычитается 3 децибела из центрального положения то есть все что у нас центре но становится тише давайте посмотрим компенсейт и что мы видим мы видим что абсолютно то же самое происходит но общая громкость у нас на 3 децибела компенсировано то есть у нас происходит те же самые разницы в громкости но общий звук при том же положении фейдера стал громче то есть как бы logic сам компенсирует вот эти три децибела на которой у нас происходит разница то есть у нас все то же самое в центре у нас сигнал получается тише но при этом чтобы он не становился слишком тихо когда мы панорамируем в центре сигнал вдруг у нас становится очень тихим относительно остальных элементов и нам нужно как-то вручную добавлять его лоджи как бы за нас это делает сам в режиме компенсейты то есть вот и вся разница если он работает абсолютно одинаково сам сам процесс к топл одного работает одинаково относительно центра относительно сторон вопросов компенсовка в компенсейт режиме у нас эти три децибела как бы восстанавливаются для всей громкости то есть у нас сам трек по сути становится надо30 strat громче вот это надо помнить и надо это иметь ввиду но опять же здесь нету правильного ответа то есть в каком режиме работать все зависит от вас от вашего от вашей процесс работы. Главное это заранее определить и уже весь микс выстраивать в том или ином режиме, то есть в том или ином законе. И все положения фейдеров, ручек оставлять уже исходя из этого. Потому что если вы потом уже, сведя трек, вдруг захотите в конце концов что-то поменять здесь, то у вас, к сожалению, балансы собьются. Надо это прекрасно помнить. И теперь давайте сравним сами значения, то есть на какие значения лучше всего оставлять. И для этого как раз нам поможет опять-таки монорежим, потому что именно в моно мы сможем оценить изменение громкости между краем и между центром. Сейчас я напомню, у нас разница в 3 децибела. И давайте вот сейчас в моно мы это еще раз послушаем. Я сейчас буду включать только режимы Compensated, то есть не буду включать вот эти обычные режимы, потому что нужно сравнивать, естественно, уже, ну, либо вот эти три режима между собой, либо вот эти. Но так они работают абсолютно одинаково. Давайте чисто вот эти три режима Compensated сравним. Итак, берем минус 3. Ну, мы слышим, да, что в центре у нас сигнал становится громче, как мы уже это заметили. Давайте берем 4-5. Здесь разница уже не настолько очевидна, но еще есть. И давайте поставим режим 6. И вуаля! Мы получаем абсолютно идентичный сигнал. То есть вот именно в моно это очень легко понять. Сейчас, когда я кручу панораму, у нас сигнал по громкости именно в режиме моно никак не меняется. То есть таким образом можно считать, что вот этот Pan-Low минус 6 дБ является, ну, математически самым выровненным, самым правильным. То есть он у нас такой вот, ну, скажем, делает единым громкость вне зависимости от панорамы. Но, тем не менее, самым распространенным в индустрии считается формат минус 3 дБ. Это пошло еще с давних времен. То есть на самом деле, кстати, вот эта настройка 6 дБ появилась в Logic относительно недавно. То есть еще в более ранних версиях этой настройки не было. Поэтому вы можете сами, еще раз напомню, сами выбрать, какой формат для вас предпочтителен в зависимости от вашего режима работы. Здесь, кстати, если навести вот сюда, мышка у нас подсказывает, собственно, Logic, что означают те или иные значения, можно почитать. Но я думаю, что после этого видео вы уже все сами поняли, в каком режиме работать по умолчанию. Насколько я помню, во всех проектах стоит минус 3 дБ. Вы можете всегда сделать свой темплейт, то есть вот эти все настройки вручную настроить, частоту дискретизации, формат Pen Low и сохранить как темплейт и уже новый проект создавать из темплейта, если вы хотите какие-то вот особенные настройки использовать. Здесь, кстати, также можно галочку поставить, применять вот эту же историю, вот эти Pen Low для стерео инструментов. Если мы используем стереопен, то есть вот этот режим стереопанорамирования, чтобы у нас тоже сохранялся этот закон, то есть можно все это. Еще раз напомню, что это просто помогает вам меньше делать движений и корректировок после панорамы для того или иного звука. То есть, еще раз, это не какая-то скрытая функция, это не какой-то помощник там в сведении, как некоторые иногда говорят, что вот, когда такая компенсация включена, то там сразу как-то балансы лучше выстраиваются. Нет, вы просто меньше, вам просто меньше приходится там двигать уровни после того, как вы сместили панораму. Потому что бывает такое, что уже микс вроде собран, и ты понимаешь, что какой-то элемент просто не сидит в том месте, в котором он находится, там хай-хэт или какой-нибудь тамбурин тоже самый, ты начинаешь его панорамировать, и тут же он начинает либо громче слишком там звучать, либо наоборот начинать пропадать. В зависимости от выбранного pen low это происходит, и вам приходится что-то там где-то подправлять. И, соответственно, заранее определив эти значения, вы можете, ну, собственно, заранее как бы уменьшить вот эту работу по двиганию фейдеров и компенсации вот этой самой громкости. Вот и все. То есть это больше ни на что не влияет. Ну вот, вы можете оставить 6 децибел, чтобы прям вот вообще оставить единую громкость. Но тогда у вас в центре будет, естественно, все звучать тише. То есть сейчас я гейн выключу. Давайте послушаем. То есть мы слышим, насколько в крайних положениях громче становится гитара на вот эти самые 6 децибел. Довольно ощутимо. Ну давайте послушаем в миксе. То есть вот в таком формате, несмотря на то, что громкость у нас как бы сейчас честная становится, но в таком формате не очень комфортно работать, потому что, естественно, если я захочу гитару отправить там влево, то мне ее захочется сильно опустить, потому что она прям начинает реально торчать слева, в отличие от центра. Поэтому, ну, такой режим, несмотря на то, что он честный математически, он не совсем практичный. Поэтому, возможно, 3 децибела как раз-таки такая золотая середина. Оно вроде и работает, то есть не как 0 децибел, но и при этом это не настолько жесткие значения, которые прям заставляют там что-то сильно убирать по звучанию. Ну да, слышно, что гитара не так сильно вылезает из микса, когда мы панорамируем в крайнее положение. Ну что ж, надеюсь, что вы поняли, как с этим работать, что такое Pen Low, и будете использовать это в своей практике. Если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях вообще, как вам понравилось видео или нет. Еще больше вопросов задавайте в нашем Telegram-чате. Если вы еще не там, ссылка в описании под роликом. Обязательно переходите, подключайтесь, я там всегда на связи. Самые интересные вопросы я вот собираю в виде видеоответов таких здесь на YouTube-канале, поэтому обязательно подписывайтесь на YouTube-канал, чтобы не пропускать новые видео. И, конечно же, изучите уже существующие видео на канале, потому что их очень много по всем таким довольно неочевидным функциям Logic, которые есть. Я их здесь собрал и продолжаю коллекционировать и записывать эти видео для вас. Ну что ж, с вами был Дмитрий Урсул, всем успехов в творчестве, увидимся с вами в следующих видео. Всем пока!